Орфея, главная музыкальная радиостанция страны, и пусть делают выводы сами. Как бы то ни было, если человек становится общественным человеком, то у него появляются сторонники, отрицатели, друзья, враги, ненавистники. Поэтому ненавистникам, что бы ни написали, будет плохо. Друзьям, что бы ни написали, будет радостно. Ведь когда мужчина говорит женщине, ты прекрасна, ты самая красивая, она, может быть, в глубине души понимает, что она и не самая красивая, но она любимая. И поэтому она верит. А зачем же ей не верить? Да зачем ты меня обманываешь, говорит такая женщина? Я на самом деле вижу себя в зеркало, я совершенно заурядный и так далее. Нет, она готова слышать это. Так вот, я дал так много всего и книг, и фильмов, и передач, что люди сами в состоянии решить, какое. Самый интеллектуальный или не самый интеллектуальный. Фантазер или ученый. Поэтому меня это не волнует. Я рада вас приветствовать в северной столице нашей Родины. Вы, не могу сказать, что очень частый гость в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, что привезли вы в Петербург. И также хотелось бы узнать, что вообще сейчас для вас актуально, чем вы занимаетесь? Вы знаете, Петербург, как ни странно, несмотря на то, что это моя Родина, я здесь родился и, как говорят иногда, провел часть босоногого детства. И даже когда я переехал в Витебск, уникальный город в истории России и мира. Город Шагала, город Малевича, город Лагина. Даже не только шагаловские герои летали, но и старик Катабыч с Волькой летал. То есть город, в котором все летают и летали. Вот, несмотря ни на что, мой любимый город Петербург и лучшие стихи я написал здесь, и самые идеи книг, и все возникло именно здесь. Потому что, на самом деле, в России это единственный город, который, как замысел, от начала и до конца воплощен. Больше таких городов нет. Все остальные города своего рода маленькие Вавилоны. Понимаете, а Питер был по единому, как говорится, божественному движению. Как бы дирижер единый, работал над архитектурой. Но, тем не менее, для меня этот город оказался не совсем удачным в моей судьбе. Потому что в Москве за последние шесть лет я дал 90 концертов при полных залах. А в Петербурге за эти же годы всего четыре. Причем из них два в небольших залах и два побольше на Маховой. Там, правда, были входные билеты. В Питере не было орфея, не было серебряного дождя, не было всего того, к чему я обращался ко всему, ко всей стране. И поэтому, когда я приезжаю в Казань, там полная зала, у них серебряная дождь. Когда я приезжаю в Ижевск, там полная зала и так далее. А Питер для меня как бы терра инкогнито, незнакомая земля. Но где бы я ни был, у меня сегодня задача практически одна. Кем бы я ни был, там самым интеллектуальным, не самым, самым лучшим скрипачем, или самым плохим пианистом, или может быть не самым плохим. И так далее, и так далее. Для меня самая главная задача сейчас просто защитить целое поколение детей, которых мы рождаем. Создать для них нормальную школу. И вот, понимаете, все мои концерты, по сути, это школа. И вечерние для взрослых, и дневные, и мои международные школы, которые я провожу во всем мире, куда приезжают люди, будь то Барселона или Париж, там были школы Вена, или Подмосковье, Абрамцево, и в Петербурге. И у меня задача сейчас срочно переориентировать, дать другую парадигму мышления, помочь детям, которых мы рождаем, стать по-настоящему яркими личностями, парадоксально мыслящими людьми. То есть проявить себя как движение в сторону гениальности. Хорошо, Михаил Семенович, спасибо вам большое. Еще раз вы слушаете Модное радио. Для тех, кто только сейчас к нам присоединился, подтверждаю. Действительно, сейчас самое время поговорить, потому что у нас в гостях в прямом эфире Модного радио наинтереснейший собеседник Михаил Семенович Козинник, интересный и выдающийся человек, искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ и культуролог, и вообще просветитель наших душ, современности. В начале нашей встречи мы поговорили о том, с чем приехал Михаил Семенович в Санкт-Петербург. Михаил Семенович, скажите, пожалуйста, я вообще предполагала, что вы, например, приезжаете в какой-то город и, делая такое масштабное мероприятие, даете концерт. Однако на вашей афише указано, что это будет именно встреча, и более того, называется она «Тайный гениев». Расскажите, пожалуйста, почему называется встреча? Вы не будете играть, это будет беседа, или это будет что-то такое смешанного формата? И о каких гениях, собственно говоря, идет речь? У меня не бывает концертов, где я только играю. Все концерты связаны, прежде всего, с тем, что прежде чем я извлеку первые же звуки из своей скрипки, или сяду за рояль, или вот как сейчас в питерском случае, я привез вам такой сюрприз – пианиста века. Я считаю, что это из лучших пианистов всех времен, Вячеслав Зубков, просто он не распиарен. Со мной будет мой сын Борис Казини, который будет играть вместе со мной двойную музыку, Вивальди, Баха и так далее. Но задача моих концертов – не дать очередной концерт. Я когда-то писал, что вот приезжает какой-то пианист, даже очень хороший, какой-то город. На него приходит какое-то количество людей. Пришли, ушли, и дальше, после того, как пианист уехал, жизнь в городе потекла своим порядком. Ничего не изменилось, ничего не произошло. У меня нет такой задачи – просто сыграть концерт, и уехать, и забыть про этот город навсегда, потому что впереди другой город. У меня задача – перебаламутить город, затронуть каких-то мыслящих людей, какую-то элиту, какой-то интеллектуальный потенциал, чтобы в этом городе пошли какие-то процессы, чтобы задумались учителя, задумалась интеллигенция, задумалась, может быть, если они приходят, руководство города, чтобы задумалась молодежь. Меня радует, что у меня много молодежи на концертах. И вот сейчас концерт посвящен тайнам гениев. И, наверное, многие думают, ну, я буду рассказывать о том, как гениален Бах, как гениален Монцарт и Битхоин. Нет, не только об этом. Дело в том, что если есть гениальное созидание, то не может не быть гениального восприятия. Поэтому тайн и гениев – это попытка в слушателе вызвать гениальное сопереживание. Потому что вот посмотрите в музеях, походите по залам с этой точки зрения. Вы знаете, сколько в средний человек задерживается перед средней картиной в музее? От трех до пяти секунд. Да, я только хотел сказать, меньше десяти секунд. Да, да. На самом деле, я бы остановил этого человека и сказал, знаешь что, милый, любимый, родной, давай-ка мы с тобой постоим минут пятнадцать перед этой картиной. Я хочу тебе рассказать, что этот гениальный человек сделал, и ты не сможешь без этой картины этого художника жить. Более того, тебе захочется увидеть другие картины этого художника. Получив ключ к этому художнику, ты начинаешь высматривать его, просматривать его и так далее. То же самое со всем великим искусством. Гениальные творцы вкладывали в свою музыку, в свои картины, в свою поэзию, в свои литературные прозаические произведения масса глубочайшей многоуровневой информации. А простой человек собирается это все прочесть мимоходом, так, в пути, в метро, пройти по музею и увидеть пять тысяч картин, если это Лувр, или три тысячи, если это словно, скажем, Эрмитаж. И что? Что в результате в голове? Негатив, усталость, память о куче всяких цветных картинок, масса сюжетов, какие-то Моисеи, какие-то Иисусы, какие-то там женщины, мужчины, то обнаженные, то одетые, то полуобнаженные и так далее. И что в результате? Это что-нибудь дало? Разве что приехать домой, рассказать. Был в Эрмитаже, видел там, там даже видел, как его этот, Рембрандт, да, видел его голую Данаю, лежит голая и так далее. Понимаете, для меня это нонсенс, потому что эффект от подобного восприятия произведения искусства отрицательный и негативный. Один концерт, плохо проведенный для ребенка, в зале филармонии делает обратное. Ребенок навсегда делает вывод. Больше никогда. Вот этого я не хочу допустить. У меня вот так ментальность Пеле, который не мог уйти из поля без гола. Мне нужно, чтобы каждый нормальный человек, вскормленный материнским молоком, состоящий из золотых сечений в организме, в теле, воспринял искусство, хотя бы приближаясь к тому уровню, хоть ненадолго, хоть временно пока, на котором это творение создавалось. Поэтому тайны гениев, завтра вечерний концерт, это не только тайна Баха, а твоя, милый мой, тайна. Ты пришел на концерт слушать Баха, я сейчас тебе открою такого Баха, такого Моцарта, такого Чайковского, такого Листа, такого Шумана или Рахманинова, что ты вдруг поймешь, что ты не должен был даже жить без этой музыки. Понимаете, это совсем другое. То есть одно дело прийти на концерт и послушать очередного музыканта, другое дело вдруг испытать потрясение. Я открываю поры, открываю волновой энергии человеческие возможности восприятия. Михаил Семенович, я твердо убеждена, что, быть уверенным, что подобное восприятие может быть у любого человека, может быть только тот человек, который когда-то пережил это сам. Вы можете вспомнить вот это чувство откровения великого, когда впервые оно произошло с вами? Впервые. Сейчас скажу. Когда-то я был маленьким, значит, и играл такая есть весенняя песня в сборнике для малышей Моцарта. Вот я ее играл. Па-пам-па-пам-па-пам-па. Приди весна и скоро, вдруг рощи цветут, да? И вот я ее играл, играл. Ко мне приходили гости, к моим родителям. Они садились. Мой папа открывал занавесочку и говорил, выступает Михаил Казиник. Моцарт. Весенняя песня. И вот я уже умел читать. Я начал читать в три года. Я очень ранний. А тогда мне уже было шесть лет, семь. Я стал искать информацию про эту весеннюю песню. Сначала я нашел стихи. Стихи Овербека, немецкого поэта. И вот Моцарт написал на них. Потом я решил выяснить, когда же Моцарт написал эту веселую весеннюю песню. И вдруг остолбенел. За две недели до смерти. В период написания реквиема. И вдруг я все понял. Моцарт, когда писал реквием, умирал вместе с реквиемом. И ему нужно было написать песню о весне. А это писалось в январе. Он же умер 27 января, а писал ее 13 января. Представляете, то есть он колдовал, чтобы пришла весна, чтобы почки лопнули, чтобы... То есть понимаете, что он делал? Он, с одной стороны, по заказу писал «Мессу смерти», а с другой стороны, параллельно, писал самые светлые, самые радостные, самые детские мелодии. И я стал ее играть. Именно так. И в моей игре что-то появилось. Но самое главное, что я стал делать, всем гостям, которые пришли к маме и папе меня слушать, в честь для прочего слушать меня, я рассказал эту историю. Вы себе не представляете, как воспринималась эта маленькая, казалось бы, детская песенка, как моцартовское завещание. Понимаете, и это уже другое восприятие. Я могу кратко перечислить особенности нобелевского мышления. А, парадоксальное мышление. То есть междисциплинарное мышление. И гений парадокса вдруг, пишет Пушкин. Значит, первое условие. Второе условие – чувство юмора. Обязательно. Ни одна идея не имеет права на существование, если над ней нельзя посмеяться. Если нельзя посмеяться, бегите от нее подальше. Она взрывоопасна. Она может привести к войнам. Потому что если идея говорит, не задавай вопросов, «Верь, не смейся, не улыбайся, не ехидничай, не сарказируй, никаких...» Да? Это смерть. Это все. Когда нация, страна, теряет чувство юмора, это первый путь к уничтожению. Самоуничтожению. Самопогрызению. Когда люди съедают свой мозг. Потому что если нет возможности посмеяться над самим собой, над своей страной, над своим народом, над своими политиками, над своими идиотами, родными, любимыми, не убивать их, а просто посмеяться, это страшнее, чем убийство. Убийство убил, и все, и проблему долой. Нет человека, нет проблемы, говорит Сталин. Да? А если посмеяться? И не получить за это ни тюрьмы, ничего, оскорблений и так далее. Ну, знаете, я сейчас пошучу, да? Я опасно пошучу. Я вицли-пуцлист. То есть я считаю, что нет Бога, кроме вицли-пуцли. Ацтекский Бог. Смешной такой, да? Но я к этому отношусь серьезно. Я вицли-пуцлист. И все, кто верит в других Богов, оскорбляют мои религиозные чувства. Я хожу вокруг оскорбленным. Потому что почему эти верят в Божьего Сына? Когда евреи говорят, как у Бога Сын? Вы что, с ума сошли? Это же Дух. Понимаете? Значит, христиане оскорбляют иудеев. Иудеи, когда начинают говорить о том, что у Бога нет Сына, они оскорбляют христиан. Христиане пойдут к крестовым походам. Мусульмане говорят, нет Бога, кроме Аллаха. Они оскорбляют этим самым. И христиан, и иудеев. На самом деле, все религии из одного корня. Вот почему я сейчас об этом говорю, да? Да, это интересно. Почему вы об этом решили заговорить, отвечая на вопрос в концерте? Сейчас я показываю вам, как идет мысль, как она остроумно витает вокруг всех религий и пытается объединить людей. Объединить через шутку. Я ведь шучу. Я не вице-липуцлист, понимаете? Я крещен. Веснату пошла, да? В христианстве, в православии. Почему я так шучу? Потому что я ненавижу ортодоксию. Я буду всегда сражаться со всей ортодоксией, глупостью, идиотизмом и вот этим тупым коридором, в котором только так и ничего больше. Он уже приводил человечество из страны только к войнам, к уничтожениям. И при чем здесь милые, мирные люди? Женщины рождают детей в муках. Для чего? Для того, чтобы их пускать на поле боя и чтобы они убивали других детей, рожденных в муках, в другой женщине, в другой стране и в другом вероисповедании. Все войны были всегда религиозными. Никаких других войн не было. Даже Вторая мировая война, это две религии, коммунизм и фашист, столкнулись между собой в смертельной схватке. Кто из них победит? Но вот что я хочу делать в детском концерте? Почему он говорит о нобелевском мышлении? Нобелевское мышление. А. Юмор. Б. Парадокс. Мы уже даже до этого дошли. И третье, что очень важно. Ну, почему я создаю такие школы? Я, например, задам детям вопрос. Мама мыла раму. Знаете такую фразу? Знаем. Конечно. Читали когда-то, да? По складам. Кстати, люди считают, что они научились читать, когда научились быстро произносить эту фразу. Мама мыла раму. Все. Научился читать. Неправда. Научился быстро складывать слоги. На самом деле, чтение это такой же сложнейший процесс, как игра великой музыки Бетхоина или Моцарта. Этому надо учиться. Это надо чувствовать. Это надо понимать. Мама мыла раму. Правильно. А если я вам поверну все? Рама мыла маму. Детям говорю. Дети хохочут. Я говорю, хохочете? Ну, а теперь думайте. Может ли быть рама мыла маму? И вдруг пошло. Может. Почему? Если рама – это имя Бога. Богини в данном случае. Если рама – это имя девушки. Потом, если мама моет раму, то очень много мыла, мыльной пены. Мама моется вместе с рамой. Рама моет маму. Вдруг один мальчишка говорит, но ведь, а я уже вижу такой мультик. Раме надоело, что всегда мама моет раму. Рама обрела ручки, ножки, соскочила с подоконника, бросилась к маме и говорит, я тебя сегодня вымою. И смешная маленькая милая рама моет маму. И мама чистая. То есть, понимаете, у детей пошла нобелевская фантазия. То есть пошел парадоксальный, парадоксальная мысль. Хотите, я вам сейчас дам тест маленький? Я вам дам двое варианта. Значит, начало сказки о рыбаке и рыбке Пушкина. «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Правильно я сказал или нет? Да. Да? Это вам кажется? Пушкин должен был так написать, но он написал, «Жил старик со своей старухой у самого синего моря». Вот теперь вопрос. На засыпку, конечно же. Да? «Почему не жили-были, как положено в сказке, а жил старик со своей старухой? Что, он мог жить с чужой старухой? Почему, Пушкин пишет, жил старик со старухой?» Ведь неправильно построена даже фраза. Смотрите, вместо того, чтобы сделать благополучное, «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Но почему жил старик со своей старухой у самого синего моря? Догадываетесь? Сдаётесь? Сдаюсь говорить. Но ведь это же самое ключевое слово для всей сказки. Она ещё его. С каждым желанием она всё больше и больше отдаляется. Смотрите, когда она уже столбовая дворянка, она его на конюшню послала. То есть он теперь не свой старик, а конюх. Когда она уже царица, она с глаз долой погнала. То есть он уже безработный. А последнее желание – заменить старика рыбкой. Чтобы рыбка… А зачем действительно посредник старик? Иди к морю и проси рыбку. Я хочу это. Зачем? Лучше, проще всего, напрямую с рыбкой. Рыбка будет у меня на посылках. То есть смотрите, что творится. Сначала со своей жил. Потом конюх. Её конюх. Потом никто, и звать его никак, а потом его не существует. Его нужно уничтожить. Он не нужен, а нужна прямая связь с рыбкой. Вот какая тайна в слове «своей». Дальше. Второе. Почитаем следующую фразу. «У самого синего моря». Как вы это понимаете? Ну, жил старик со своей старухой у самого синего моря. Ну-ка, давайте. Жил он прямо на побережье. Прямо на побережье. Очень хорошо. Но здесь, как всегда, у Пушкина полифония. Двойное значение слова. Самое синее. И у самого синего. То есть у самого синего моря. То есть жил рядом с морем на побережье. Вы правы. А второе измерение? У самого синего. Почему? А потому, что оно потом меняет свой цвет. По мере каждого желания, оно все чернее. Почернело синее море. То есть тут Пушкин сразу своя старуха и самая синее. Потом не своя, не своя, не своя. Море все чернее, чернее. Вы понимаете, что я даю детям, да? Конечно. Вот они, в отличие от всех остальных охламонов, начинают понимать тайну каждого слова. Это и есть нобелевское мышление. На уровне нобелевского мышления рождается великое восприятие. Другое восприятие той музыки, которая будет для них звучать. Другое восприятие Моцарта. Они, по сути, впервые услышат. Ни сисюканье, ни разговора о том, какой Моцарт был замечательный, в три года уже такой хорошенький, опять уже и музыку писал, это уже всем надоело. Это один раз сказать и забыть. Самое главное – тайна Моцарта. Почему есть понятие «эффект Моцарта»? Почему мой фильм называется не «Моцарт», а «эффект Моцарта»? Потому что Моцарт не композитор, а эффект. В чем тайна эффекта? Что такое эффект? Что такое опознание? Вот поэтому я хочу сломать эту дурацкую школу. Почему я так резко говорю «дурацкую», да? Конечно, школа зависит от учителей. Там, где учитель менее дурацкий, там школа менее дурацкая. Но нельзя ставить школу в зависимости от качества определенной личности учителя. Понимаете? Школа должна быть методологически другой. Она должна готовить детей к цепной реакции мышления, к ассоциативности мышления, к глубокому пониманию каждого слова. Поэтому у меня в школе семь ключей в Челябинске. Дети получают домашнее задание, которое распространяется и на бабушку, и на дедушку, и на маму, и на папу. Найти признаки вечности в квартире. И вы знаете, не просто находят. Можно уже создать первый том «Нобелевские дети» и признаки вечности в обыкновенной квартире. Все начинает от ленты Мебиуса из газеты и кончает двумя зеркалами друг против друга. Понимаете? И к калейдоскопом, который бабушка тут же тащит, немедленно. Калейдоскоп – это вечность, потому что несколько камешек и система зеркал. Система зеркал преображает камешки в вечность. Мы все не можем понять, что такое вечность, да? А можно. Возьмите калейдоскоп. Обыкновенный, самое простое человеческое изобретение. Вот вам и вечность. Возьмите ленту Мебиуса и увидите вечность. А потом, после этого, стоит послушать музыкальное приношение Баха. Там все вскручено в ленту Мебиуса. Это тема, которую Бах обрабатывает. Она сама с собой закручивается навечно. И начинаются все виды математических уравнений, весь матанализ. Все, что хотите. Любой математик встанет на колени перед баховским музыкальным приношением. Хорошо, Михаил Семенович. Правильно я вас поняла, что вообще фундаментальная идея вашей школы как раз основана на том, чтобы будить в человеке гениальное восприятие. Конечно. Восприятие гения. То есть оно есть. От природы человек должен рождаться гениальным. Я не возьму на себя такую ответственность, сказать, все дети гениальны. Бывает, чипцы накладывают. Бывает, пьяное зачатие. Бывает, очень плохая генетика, когда подряд целый ряд алкоголиков. Но самое главное, что в идеале мы рождаем гениальных детей. Иначе никакого смысла в человечестве нет. Более того, каждое следующее поколение должно быть все величественнее и величественнее. Все глубже и глубже. Если это не так, то идет деградация, а не градация. Вот и все. Поэтому раз уж мы их рождаем, давайте их не убивать. Потому что я часто говорю на эту тему, что мы очень плохо боремся с такой страшной болезнью, как рак. Если поздно. Мы ни черта не смыслим в сахарном диабете. Если поставили диагноз сахарный диабет, значит, живи сколько сможешь с этой болезнью. Сердечно-сосудистой. Все проблемы, все ужасно. Кроме одного. Одну болезнь мы научились лечить давно. Это детскую гениальность. Тут у нас армия. Детско-садовская, школьная, вузовская армия стоит на страже того, чтобы ребенок не вырос таким гением, как должен был бы вырасти. Все абсолютно запротоколировано. Все заштукатурено. Все заизвестковано. Мысль не работает. Ну, простейший пример. Как вы думаете, зачем детям география Дании в школе? Нужно ли тратить день и читать страницы учебника про Данию? Сколько там полезных ископаемых, какие там города, показать на карте Данию? Нужно это? Ну, вот сейчас опять провокационный вопрос, как вы понимаете. Ну, вы знаете, я просто почитала очень много ваших интервью, готовясь к этой встрече, и я примерно предполагаю, к чему вы поведете эту свою мысль. Я предполагаю, что вы хотите сказать о том, что у ребенка сейчас есть вообще доступ к любой информации, объективной, о любой стране, географическом объекте, о чем угодно. И задача педагога сейчас как раз сделать интересным этот познавательный процесс и рассказать ребенку, например, я не знаю, о его сверстниках, которые там живут и каждый день ходят гулять на какую-нибудь лужайку. Да, да, да. Еще проще. Дания знаменита, прежде всего, как и любая страна мира, только тем, что она внесла в копилку творческой цивилизации, культуры, искусства, науки. В Дании жил Андерсон. Этого достаточно для того, чтобы ее изучать. Но изучать надо не с географии Дании, а с Андерсона. Потому что, как только вы полюбили Андерсона, вам интересно знать, где он жил. Вот это уже совсем другое дело, понимаете? То есть он жил в Дании, а не Дания, это страна, которая в числе полезных ископаемых, кроме полезных ископаемых, дала миру Андерсона. А почему у Андерсона все погибают? Давайте выяснять, почему умирает балерина, почему умирает стойкий оловянный солдатик, почему русалочка умирает. Да потому что любовь у него у Андерсона была несчастливая. Одна единственная. Несчастливая. Вот где Дания. А теперь давайте посмотрим, как он переехал из одного города в другой. И города идут не потому что надо их изучать, а потому что мы любим Андерсона. И Андерсон, начинается урок мой, в моей школе с пением соловья, а не с разговора Дании. А почему соловья? А потому что, помните, когда придворные шли с девочкой искать соловья, о котором, как китайский император сказал, я все знаю про свою страну, но все говорят, что самое главное достопримечательность моей страны это поющий соловей. А я про него ничего не знаю. И вот придворные идут вместе с девочкой, кухонной работницей, которая им покажет соловья. И вот замычали коровы. Я очень люблю рассказывать это детям. Обращайте внимание. Придворные говорят, ой, как красиво, какое чудо соловеи. А коровы все му, му. Какое чудо, говорят они. Девочка говорит, это не соловей, это коровы. Они идут дальше и слышат, квакают лягушки. И местный патриарх китайский, да, Бонза, говорит, точно все как колокольчики в моей церкви, точно. Вот. Девочка говорит, нет, это всего лишь лягушки квакают, это не колокольчики, в церкви. А потом они приходят к соловью и главный придворный, который ничего никому не говорил, только хма, всем, на все слова вопроса, да, он говорит, милый соловушка, какое счастье пригласить вас. Представляете, в одно мгновение пение соловья преобразило главного придворного. Вот о чем сказка. Михаил Семенович, меня заинтересовал один вопрос. В интервью, которое я опять-таки нашла на вашем сайте, я не знала просто, кто их там размещает, не знаю, насколько вы проверяете, их читаете, там, рецензируете и так далее. Ну так вот, в одном из интервью вы сказали, что ваши внуки, они родились и выросли в Швеции, собственно говоря, в том месте, где вы и живете в данный момент. Правильно же? Ну не совсем правильно, потому что я никогда не эмигрировал, меня эмигрантом назвать трудно, у меня два гражданства, и я с таким же успехом приезжаю в Беларусь, в Минск, и захожу в свою квартиру, как будто никогда не выходил. Просто гражданство Швеции дает мне возможность неунизительно менять границы и пересекать весь мир. Только. Вот это главное достоинство. Да, я вас поняла. Но тем не менее, правильно ли я поняла, что ваши внуки выросли в Швеции? Внуки в Швеции, да. В этом же интервью вы говорите о том, что вы стараетесь показать им лучшее, что есть в русском мире, рассказывать им об истории России, о культуре, знакомиться с музыкой, с классической литературой и так далее. Вместе с тем, там же вы говорите, что при этом вы никогда не привозили своих внуков сюда в силу того, что у вас нет возможности объяснить им грязь, которую они увидят на улицах, в том великом русском языке, о котором вы им, собственно говоря, рассказывали. При этом все, я убеждена твердо, прочитав многие ваши интервью, что у вас у самого для себя есть объяснение той картине, которую ваши внуки могут увидеть. Я хочу понять, неужели вы не найдете способа объяснить им это? И почему вы хотите помочь им избежать этой стороны реальности? У вас запоздала информация, могу сразу сообщить. Мои внуки были в России. Они побывали две недели в Москве. Они были в Абрамцево на моей международной школе. Потом они были две недели в Питере. Мы сняли самые прекрасные квартиры в центре того и другого города. Но еще как только мы въехали из Пулково, когда мы вылетели из Москвы в Петербург, мы проехали только, еще не доехали до площади Восстания. Мы ехали по Измайловске. И вдруг мой внук, которому тогда было 15 лет, вдруг говорит, вот город, в котором я хочу жить. Мне было просто, когда вы сказали, что они здесь уже побывали, мне очень хотелось спросить у вас, как это произошло. Они были на моей школе, а в школу-то мои приезжают взрослые люди, состоявшиеся, чудесные элита российского общества. У меня все школы, которые проходят, туда собираются 60 человек. И мы неделю проводим, ну, как бы, в счастье, в безумном счастье и постижении музыки, поэзии, литературы и так далее. Эти люди, даже им потом трудно выйти, вот в Абрамцев, в парк-отеле. Вот выходишь, как из монастыря. Выходишь в мир, где люди говорят другим языком, где другие заборы, где другие наглейки, где другая музыка звучит. Им первое время нужно просто перестраиваться. Так вот, сила вот тех людей замечательных, которых мои Данечка и Эвелинка, мои внуки, увидели в этих школах, для них она невероятно сильна. Они сказали, что во всей Швеции у них нет ни друзей, ни знакомых такого уровня, такого масштаба. Никогда в жизни они не видели ничего счастливее, чем то, когда люди слушают музыку, общаются друг с другом, любят друг друга, улыбаются друг к другу, общаются на чистейшем, великом русском языке. Кстати, они оба говорят без малейшего акцента на русском языке. Вообще, вы никогда не узнаете, что они родились в Швеции. То есть, они все время общаются по-шведски, и в гимназии, и в английской школе, где Эвелина учится, и Данечка учится в знаменитой Седро Латин, одной из самых престижных гимназий в Швеции. Но, они говорят по-русски, без малейшей, даже мелодии нет шведской, чистейший русский язык, потому что с самого начала, первые годы становления языка у них был только русский язык. Это специально было сделано, чтобы они говорили по-русски, потому что язык это ментальность, язык это культура. Я хотел. И потом я спрашиваю, Данечка, какой язык тебе ближе? Шведский или русский? И что же он ответил? Данечка говорит русский. Даже несравнимо. Шведский настолько беднее по выразительным возможностям. Эвелина тоже говорит, ну что ты, дедушка, даже сравнить невозможно. Шведский язык замечательный, очень функциональный, но язык любви, язык искусства, язык духа, язык культуры, это русский язык. И вы знаете, я очень рад этому, потому что, ну это богатство, это огромное, грандиозное богатство. Наш язык, если мы его потеряем, я всех готов убить. Вот понимаете, я экстремал. Несмотря на юмор и отсутствие к тебе личности. Несмотря на юмор, вот здесь мне будет не до юмора, потому что сейчас идет, ну как бы, целенаправленное разрушение языка. Вот я у вас тоже сейчас воспользуюсь, этим скажу. Мои дорогие соотечественники, глаголы, которые отвечают на вопрос «что делать и что сделать?» пишутся с мягким знаком. Если не отвечают, черт побери, на вопрос «что делать и что сделать?», убирайте мягкий знак. Не говорите «мне нравится это!» Потому что оно «что делает?» Пожалуйста, умолять, я не могу уже, я получаю тысячи писем в день. Я не могу читать это. Я не могу читать слово из-под тяжка из трех слов. Из-под тяжка. Понимаете, мне кажется, что люди шутят. На самом деле, они не шутят. Потому что, с одной стороны, потеря уровня образования, а с другой стороны, компьютерная речь. Вот эти френды, которые зафрендились, да, и в результате многие дети, ну, когда это старые люди этим занимаются, ладно, они шутят. А когда молодежь зафрендилась, они уже не знают, что такое дружба. Они зафрендились. Понимаете? То есть, тут много всего, но очень серьезно это язык. Вот, Михаил Семенович, хочу с вами поделиться, так как я сама несколько интересуюсь этой темой, силой профессии, да и, наверное, какого-то фундаментального интереса к русскому слову. Буквально недавно я узнала, что, оказывается, ранее на Руси приставка «бес», к которой мы уже все привыкли, она иногда звучала и использовалась как буква «у». И поэтому, как оказалось, слово «уродина» оказывается, это человек, у которого нет рода и нет родины. И меня, знаете ли, это просто потрясло. Вот хотел у вас спросить, какой эксперт в данной области верна ли эта информация и попросить вас, может быть, немножко поговорить об этом. Ну, конечно же. Я не могу сейчас проверить абсолютную подлинность этой информации, но я, знаешь, вот я сказал уже слово «подлинность» и тут же остановился, потому что, знаете, что такое подлинное? Что? Это правда, добытая подлинами. То есть вырезали из кожи ремни, лины, поэтому еще цвета об этом писала. Подлинная правда это правда под пытками. То есть совсем другое. Не та, которая идет из сердца, да, из глубины, а именно из пыток. Поэтому не обязательно она реальная правда. Это то, что хотят пытающие. Что касается урода, то, я думаю, есть и другое значение. По-чешски урода это красавица, да, потому что уродившаяся, то есть удачная, потому что у еще была приставка радости. Удача, уродившаяся, урожай. Удивительно. Да, 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 удивительно. Вот это у, оно же в русском языке совершенно особое. Умиляет, удивляет, украшает. Посмотрите, что творится. Как только красиво, мило и дивно, сразу у появляется. Это особое. Между прочим, в последнее время в русском языке почти убрали у. В результате речь очень обеднела. Вот это вот у в начале слов. Ой, об этом можно тогда начинать сначала все программы, а не заканчивать ими. Это точно. Давайте, в силу того, что мы заговорили о слове, поговорим о ваших книгах. У вас буквально вот-вот вышла, точнее уже, в свет, да, новая книга. Да, детская, для детей. Буравчик в стране света. И еще у вас вышла книга, в которой прилагается музыка, которую можно сразу послушать. это давно, это уже седьмое издание сейчас. Оно вышло последнее, седьмое, в Днепропетровске. А перед этим шесть изданий уже вышло. Это, да, это «Тайны гениев» как раз, да, теперь они в одном. Это вот как раз для людей, которые хотят все-таки войти в этот мир, преодолеть все эти уровни, потому что большинство людей воспринимает искусство только на первом уровне. Ушел, пришел, женился, развелся, убил, не убил. То есть вот на этом построена вся система сериалов. Да, занес нож, через сутки узнаешь, куда нож, выпал или не выпал, ударил, не ударил, или убежали, или выбили нож, или там уже давно за твоей спиной стояли те, кто ему тебе не дадут убить и так далее. Так вот на самом деле подлинное искусство, оно многоуровневое. Вот как только человек преодолевает первый уровень, идет на вторую степень глубины, он открывает счастье. Когда приходит третий, там человек распластывается в высшей гармонии. Когда идет дальше, человек становится исключительно яркой, гениальной личностью, которая способна сама писать. Четвертый уровень – это уже все. Но для этого нет времени, иначе бы я показал. У меня в книгах об этом есть кое-что, не про уровни, но в значительной степени. Потому что я говорю, что смотрите, как Толстой всех обманул. Он назвал роман Анна Каренина, а на самом деле она Анна Вронская. Каренина она по мужу. Ну что она общего с Карениным имеет-то? Анна Вронская. Облонская, простите. Ой, что я говорю. Анна Облонская. И когда Толстой открывает роман с словами «Все смешалось в доме Облонских», он имеет в виду не только Стиву. Он уже делает предисловие к Анне. Только Стиве можно, а Анне нельзя. Стива живет, продолжая жить счастливой жизнью, а Анна идет под поезд, намного глубже. Вот видите, читаем первую же фразу, «Все смешалось в доме Облонских», а дом Облонских – это и брат, и сестра Облонские, и Стива, и Анна. То есть говорить на эту тему можно до бесконечности. Вот я когда-то в армии каждый вечер, при условии, если никто в самоволку не убежал, когда все ложились в постель, начинал час лекции. Солдаты были готовы не досыпать, но час был мой. Они меня так любили за это. Я им даже рассказал, как ухаживать за девочкой, как говорить с ней, чтобы она была твоя. То есть вот ты не вышел лицом, не вышел фигурой, нет у тебя таких мускулов и так далее, и так далее. Но есть интонация речи. Это интонация сильнее, чем внешность, сильнее, чем мускулы. Это грандиозно. Помните, как сказал… Вот, Михаил Семенович, мне интересно, как вы думаете, это можно искусственно воспроизвести такую интонацию? Будет ли это отношение честным по отношению к этой самой девушке? Будет честно, потому что постепенно, меняя интонацию и владея интонацией, человек обладевает тайными речи и тайными смыслов. И меняется сам таким образом? Конечно, конечно. Ну, смотрите. Пока не требует поэта к священной жертве, Аполлон в заботы суетного света он малодушно погружен. И вы совсем по-другому воспринимаете начало стиха Пушкина. Потому что Аполлон – солнечный свет, а человек в суетном свете. Поэтому не в суетного света, а пока Аполлон не дает солнечный луч, солнечное проникновение, поэт погружен в суетный свет. То есть не светский Петербург, не свет в том значении, а именно суетный свет, пока Аполлон не дает подлинный солнечный свет. Смотрите, смена интонации, смена акцента, и стих начинает играть всеми красками. Это же во всем так, в искусстве. Михаил Семенович, я, к большому сожалению, для себя вынуждена потихонечку завершать нашу встречу. Дело в том, что остается буквально пару минут, и по традиции в конце встречи с гостями модного радио мы просим их что-то пожелать нашим слушателям. Вы, в общем-то, уже много напутствия дали сегодня в процессе нашего интервью. Я бы попросила вас, может быть, сказать несколько слов, которые будут, ну, знаете, как такой какой-то теплый луч света, который наш слушатель в какой-то момент трудно для себя сможет достать и согреться около него. Уверена, что у вас найдутся такие слова. Да, конечно, мои дорогие. Ну, большинство людей такая жизнь, да, дом, работа, дом, работа, ну, куда-то вышел для разнообразия, да, и все равно депрессия, тоска. Включайте телевизор, там еще больше тоски, кто-то кого-то опять убивает, что-то недобрые новости, недобрые вести, недобрые дядьки и так далее. А я вам хочу сказать, друзья, именно для вас существовал, формировался мир искусства, мир творчества. Идите к поэзии, идите к музыке, перечтите, внимательно прочитайте пушкинского графа Нулина, я его сейчас, кстати, по серебряным дождам читаю. Вот, перечитайте, откройте для себя красоту музыки, поэзии, литературы, они специально ждут того момента, когда ци только говорят врачи, срочно, немедленно, быстрее. Уйдите пока временно от политики, от этой враждебности, от агрессивности. Этот мир ждал вас всегда. Лучшие люди планеты оставляли для вас свои мысли, свои стихи, свои созвучия, свои краски. Уйдите туда, идите в Эрмитаж, остановитесь перед, поставьте перед собой цель пять картин Рембрандта, пять картин импрессионистов и пять еще, скажем, фламандцев, и все. Закройте глаза, пройдите туда, остановитесь, посмотрите в лица, в глаза, посмотрите на формы, прищурьте глаза, посмотрите, как картина скомпонована, как она моделируется, как работает светотень, остановитесь, посозрцайте. Любовь – это искусство, искусство – это любовь, величайшая любовь. А культура переводится с санскритского культ поклонения, а ур – свет. Поэтому Буравчик в моей детской книге «В стране света», то есть он поклоняется свету. Тот, кто не поклоняется свету, вариантов нет, поклоняется тьме. Откройте для себя свет, я умоляю вас. Это был Михаил Семенович Козинник в прямом эфире Модного радио. Большое вам спасибо за эту встречу. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!